МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Характеризовалось увеличением количества зарегистрированных преступлений. Насколько увеличилось? В среднем где-то на 16% увеличилось. Это уже общее количество зарегистрированных преступлений, то есть независимо от тяжких преступлений, особо тяжких, средней тяжести, которые подследственны органам предварительного следствия и органам дознания. А если брать именно по органу предварительного следствия, МВД по республике Тыва, значит, у нас имеется рост всех возбужденных уголовных дел именно по преступлениям, связанным с тайным хищением чужого имущества, на 14%. Так, а именно с сотовыми телефонами и, если можно, то в цифрах? Да, если сотовые телефоны, то есть, получается, из числа возбужденных уголовных дел значительный рост отмечается именно по кражам сотовых телефонов. На 34,4% идет. А если брать по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, например, 2015 год, то у нас характеризуется увеличение вообще на 100% именно по кражам сотовых телефонов. И с чем это может быть связано? Это, конечно, в первую очередь связано с тем, что в настоящее время у нас технологии развиваются, очень много становится всяких разновидностей сотовых телефонов, и в последнее время у нас сотовые телефоны уже дороже, чем некоторые бытовые техники у нас пошли. Сотовые телефоны уже преобладают над компьютерной технологией, уже в сотовых телефонах имеется все, поэтому люди очень... Появился интерес. Да, появился интерес к сотовым телефонам, и сотовые телефоны очень дорогие пошли в настоящее время. Люди покупают и своим несовершеннолетним детям, и своим детям-студентам, и сами тоже уже пользуются. Чем дороже телефона в настоящее время у нас, чем тем это, особенно для подростков, это очень, скажем так, для них круто. У меня вот такой вопрос. А в каком случае могут отказать в принятии заявления, но вот если человек действительно не уверен? В принятии заявления правоохранительные органы никогда не могут отказать. Мы принимаем любое заявление. То есть обращение граждан у нас в первую очередь... Тогда гражданину лучше сразу сказать, я не знаю, потерял я его или его украли. Да, лучше гражданину, когда он пишет заявление в правоохранительные органы, то ему сразу сказать, что я вот там-то, там-то оставил, телефон у меня дорогой, и сразу же предупредить. Потому что у нас есть факты, когда люди действительно сами теряли сотовые телефоны, приходили и настаивали на том, что телефон был украден. То есть они ссылались на то, что телефон действительно в отношении имущества данного гражданина было совершено преступление. То есть факт хищения чужого имущества. 158-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы проводим проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. И в случае, если выясняется, что человек сказал неправду? Если до возбуждения уголовного дела выясняется, что человек сказал неправду, отказывают от возбуждения уголовного дела. А если во время? А если следователь либо дознаватель возбуждает уголовное дело по факту хищения чужого имущества? Тогда у меня вот такой вопрос. Заявление принято, человек честно сказал, что он не знает, украли или он оставил где-то. Вот в этом случае вы будете искать телефон? Или вы какие-то рекомендации дадите по самостоятельному поиску? Мы принимаем заявление, и, соответственно, гражданин предоставляет нам документы на телефон. И мы через e-mail в любом случае он у нас будет на базе данных. Пробиваете, есть такое слово, да? Конечно, да, да, да. В обязательном порядке. То есть мы работаем на гражданах. Спасибо. Давайте еще раз напомним о мерах профилактики. Для того, чтобы таких случаев не было, что необходимо сделать? Ну, я думаю, наверное, в первую очередь родители, покупая своим несовершеннолетним детям дорогой телефон, должны сто раз подумать. Потому что у нас... Нужно ли это именивать? Покупать такой дорогой телефон несовершеннолетнему ребенку, зная, что это ребенок. Что он может халатно или легкомысленно отнестись к своему имуществу. Не надо ходить на поводу своих детей. Также многие родители должны еще быть бдительны в плане того, что дорогой телефон, что притягивает преступников. Ребенок стоит, например, с тем же, с айфоном седьмым, по телефону разговаривает, один идет по улице. Это не только внимание к телефону, это еще опасность для ребенка. Для ребенка, конечно. И поэтому, а что бы? Легкая добыча. Ребенок несовершеннолетний, маленький, с хорошим телефоном. А что бы не отобрать телефон? Действительно, стоит подумать. Как защитить свои телефоны тем, кто уже достиг совершеннолетия в маршрутках тех же, в торговых центрах? Вот, то же самое, девушки, молодые люди, парни, студенты, неважно, да, вот, население наше, наше. И не только молодые люди, люди в возрасте, иногда очень легкомысленно, вот, сумочки свои держат. Открытыми. Открыты, а там телефон, кошелек, ладно, сотовый телефон, да. Так у нас же сейчас проблема какая, у нас же у всех мобильные банки, сотовый телефон украл, все. Банковский счет уже человек может, преступник располагать так, как хочет. Это не просто сотовый телефон, это уже дальнейшие последствия. Банковские счета, тот же кошелек, кредитные карточки. Закрывать сумки. Закрывать сумки. Завязывать волосы, если девушка, обладательница красивой шевелюры, заходит в маршрутку. Да, и сотовый телефон, не надо никогда, маршрутку заходишь всегда, в курточку, в застежку. Подальше. Подальше, да. Рюкзачки, например, да, доступ имеют все, которые, вот ты отвернувшись, стоит твой рюкзак сзади, да. Зачем? Сними рюкзак поближе к тебе. Ты и свое имущество сбережешь, и от алчной классы других лиц тоже самое. У меня есть свой способ, я, заходя в такие общественные места, думаю, где мой телефон, и, как бы, внимание направляю на это место, да. Конечно, конечно. Слежу. И людям будет хорошо, и нам тоже работы поменьше будет. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу, за важные правила и рекомендации. А я с удовольствием напомню, что сегодня гостей в студии была Елена Тимирова. Она является начальником специализированного следственного отдела следственного управления МВД по республике Тыва. Елена, до встречи. До свидания, Ольга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова